сегодня это мир изобретений и передовых технологий время когда современная наука может объяснить все абсолютно все но сегодня ученые столкнулись с необъяснимой аномалию речь сегодня пойдет о розетках как только об этой аномалии заговорили на каждом углу все ученые со всего мира успешили исследовать это явление все-таки мне кажется что эта розетка но она красная логично порой такие вещи поверить нелегко но мы нашли свидетелей этого явления я не сразу понял что случилось поначалу мне показалось что все нормально но подойдя ближе я не нашел никакого логического объяснения это было очень темной ночью я смотрю а там прям правда настоящие красные с тех пор я никогда не отпускаю топор из рук когда это случилось мы отдыхали семьей я первый забил тревогу подбежал к жене одно ребенку и сказал не смотрите порой на очень сложные вопросы ответ кроется рядом вот что нам ответил специалист по этим необычным явлением да это нам олену для очень давно это разум сать три книги я могу сказать точно 100 процент вероятностью что эти розетки которые я видел они находятся ниже столешницы получив заключение от ученых опросив свидетелей и сделал спектральный анализ данного явления мы со стопроцентной вероятностью узнаем ответ на этот вопрос ничего себе лекарство пойду еще куплю и добро пожаловать в добрую мастерскую где мы ничего не производим а творим у нас есть крутые новинки мы нашли пульт от подсветки и лучше мы его не находили подсвет как выяснилось у нас не китайская а вьетнамская почему при включении синего цвета она ловит флешбеки и как после контузии горит наполовину а через большая палитра смотрите это синий это темно-синий а это фиолетовый а вот вот красный а это очень красный так это желтый а это белый это зеленый это очень зеленый это пурпурный а это синий если вы не видите разницу вы расист а если вам все понравилось то с вас 1000 рублей за услуги окулиста также мы не забыли сделать закладные под электричество ну то есть тут и будет еще добавлено два точечных ну то есть ламповых светильника для освещения рабочей зоны это вот тут будет пила вон там будет какая-то шляпа а вот тут будет большая круговая шляпа сборочный пункт для вспомнил ну и собственно кронштейн у нас не для красоты я их уже забил всяким хламом верху то что неизвестно когда пригодится второе известно что пригодится но неизвестно точную дату ну и третье чем мы пользуемся пока здесь только уровень у меня даже уровень по уровню лежит с новинками у нас все но теперь переходим к делу сегодня будем бомбить столешницу материал есть а вот инструмента нет хозяин обещал его принести к сегодняшнему выпуску потому что мы должны разгадать не только как делается столешница но и почему розетки находятся ниже ее так задумано либо опять же через жопу так хозяин хочу кушать отправил привет угрюмый ну что я знаю ты сейчас будешь делать столешницу поэтому я отправлю тебе крутой персональный инструмент а что это вообще-то это почта будущего а ты мог воспользоваться креслом телепортации так ты поломал его выкручиваясь как могу не плакайся это мега крутой инструмент который поможет на свои чудо столешницу инструмент которого мы заслужили так сорян у нас тут проблема с квантовым трансформатором сейчас починим и что тут у нас что это и это это профессиональный лобзик от компании а егэ так он сломан тут нет провода это твой мозг поломан а это профессиональный аккумуляторный инструмент качественная сборка большая гарантия емкостный аккумулятор крутая энергоручка кому я объясняю слушай поработаешь поймешь и весь свой проводный инструмент просто выкинешь сразу а там циркулярный пилы чего не было что ли она уже у тебя тоже без проводов большой аккумулятор удобно жить в руке с подсветкой с фонариком все как ты любишь ты где это соберешь на все инструменты ru там большой ассортимент быстрая доставка причем около меня а самое главное там расширенная гарантия до 6 лет даже твои кривые руки его поломают через 6 лет ты сможешь бесплатно это все починить специально для тебя так аккумулятор где посмотри налево так погоди а как ты увидел вот это вот все камеру немножко отдали все поймешь давай обружайся новым инструментом а старый и ненужный можешь я не старый так так все Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну-ка, давай зачеркни Так не положено Все, зачеркнул Практически готово Сейчас останется только подретушировать немножко Самая большая часть, самая красивая часть Ну, что касаемо машинки Конечно, без рекламы Машинка вещь Я вот этой вот шайтон машины Это работал 82 листа шифера Мы пилили И поверьте, провод выбежал прям конкретно А теперь, когда тут провода нет У меня осталось фантомное чувство Что, блин, а где провод-то? Я, честно говоря, всегда думал, что Электроинструмент аккумуляторно Уновляет за щеку А нет Он, в принципе, спокойно пилит Даже такую фанерку не замечает Может, диск хороший А может и нет Я уже тут, вот, там брошюрка была Я уже жене обвел То, что я хочу на день рождения Может быть, что-нибудь из этого мне даже Подарят Ну и, конечно, не обошлось без Непредвиденных обстоятельств Во-первых, этот угол пришлось нарастить 15 сантиметров буквально Даже обидно Ну, то есть, большой лист фанеры Он метр двадцать на два Сорок, по-моему А вот тут нужно Метр пятьдесят На метр семьдесят То есть, стандартно заводской Полтора на полтора Либо метр двадцать на два сорок То есть, что так, как ни крути С кусочком Был выбор сделать Либо эту часть ровной Вот тут будет кусочек То есть, ну, блин Он прям в глаза бросался Либо он там в конце нарастить Выбрал то, что меньше всего бросается в глаза Наклей Внизу парочка фанер Все, она мертва Ну и, конечно же, есть Еще один нюанс Это вот ниша С ниши все продумано Здорово Я продумал, что Сюда встанет у нас торцовочная пила Тут будет фанерка То, что у нас будет Вот здесь будет отверстие Сюда можно будет повесить мешок То есть, будет выдуваться Сразу мешок Мешок выкинули с мусором А тут же боковая часть Нужно закрыть Иначе опилки попадут у нас В ящик, в направляющие И я как бы тут ничего не придумал Тут не к чему цеплять Ну, то есть Вот так думаю Нагляднее Видите Вот так ляжет фанерка И как тут крепиться К чему Если сбоку То это будет колхоз А если вот сверху То нужно подогнать Прямо 2 миллиметра Конечно, сейчас попробуем Но вот так вот Мне самому не нравится При этом сейчас посмотреть Как делают люди в интернете И что-то красивое придумать За работу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Закончили трудиться с аэшницей, я ее пошлифовал, уже прикрутил. Как видите, ничего насквозь не вылезло, звук глухой, ничего не шатается, сделал нишу. Спасибо всем, кто скинул и подсказывает, как организовать порядок и хранение инструмента в мастерской. Но, конечно, не обошлось себе без вот таких вот. У меня нет слов. То есть, вот к этой столешнице я должен развесить бутылки. Вам и вот к этому доктору, товарищи. Но было еще и покруче, например, вот такое. Для тех, кто только подключился, вы видите, нечто подобное, то есть агрегаты. Вот и я не вижу. Что вы мне скидываете всякую космическую аппаратуру? Что касаемо столешницы, тут сделано все максимально, все, что я мог из себя выжать, без уголков, без саморезов, без гвоздей. Чисто на клей и струбцину. Все приклеил, все классно, все здорово, ниша. Я уже пока клею стыло, свет себе сделал. Вот, все здорово, все классно. Ну и главный секрет этого дня. Розетки под столешницей. Как видите, вот можете сами посмотреть, кому нравится как больше, когда розетка вот так убрана. Или когда вот второй вариант. Где у нас тут? О! Каждый сделает выбор в свою пользу. То есть, у меня тут планируется поставить сверлильный станок. Вот тут вот какой-нибудь гриндер. То есть, такая шкурка бегающая. Ну и здесь у меня торцовочная пила. Все. Убрано, красиво, провода кучи не набросаны, не мешает. Это зона уже, как бы, станков, не знаю, этих каких-то устройств, которые один раз повстал, они будут стоять. Низ-то можно поднимать их, там пыль протереть. И вот эта вот рабочая зона, где вот они, розетки в шаговой доступности, там паяльник, дрель, что там еще, ну, только не сварка и болгарка. То есть, такие вот, которые вот подключил, поработал, убрал. Все, тут постоянно чистенько. А там то, что будет стоять веками. Это не касается, если у вас аккумуляторный инструмент. Вам и там, и там будет хорошо. Впихая, не впихуемая, достойно отдельного сюжета. Это торцовочная пила и ниша. Замерил ширину, длину. Все идеально подходит. Встал в торцовочную пилу. Нужно же поработать. Работай. Б. Балалайка. Нужно двигать вперед. Двигаем вперед. Пробуем. Отлично ходит. Теперь пробуем сделать угол 45 градусов. Б. Баян. Нужно снять ручку. Снимаем ручку, пробуем. Б. Барабаны. Нужно подвинуть максимально вперед. Подвинули. Пробуем. Б. Бубен. То есть нужно еще больше. Чтобы было 45 градусов, нужно максимально вперед вынести. Вот. Это идеал. Это идеал. Восхихительно просто. Но что это такое? Конечно же это не серьезно. Поэтому было решено оставить торцовочную пилу вот на этом месте и пилить только 90 градусов. Под 45 мне проще будет ее вытащить, куда-то поставить и пилить. А так пусть пилит строго ровно 90. Либо отпиливать здесь, либо искать другую торцовочную пилу. Чтобы вот такие нюансы я вообще даже представить не мог. А так в целом в принципе наше рабочее место готово. Правда не хватает какой-то маленькой изюминки. О! Субтитры сделал DimaTorzok 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 А мне тут после шлифования Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому немножко шишавость есть Но ничего Субтитры сделал DimaTorzok И работать дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но это конечно куда Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в хоббийную мастерскую Добро пожаловать в хоббийную мастерскую Добро пожаловать в художественную мастерскую И всем доброго дня И добро пожаловать в добрую мастерскую Где мы ничего не производим, не творим Мы чисто занимаемся Ой, чем мы тут занимаемся? Ё-моё Это нужно для того, чтобы мусор сверху Не сыпался мне на голову Почему разведки находятся ниже столешники А не вот там Кто внизу вставлял Ну говоря, вот предпад Папа Смотрю, ну блин Колхоз будет бросаться в глаза В глаза